ребята здравствуйте сегодня готовим классную насадку для ловли белой рыбы такой как карась лещ карп плотва и другая в любое время года данная насадка точно вас выручит если классические червь мотыль опарыш отказываются работать что часто происходит в наше время рыба становится более привередливой и нужно искать к ней ключик данная насадка прочно держится на крючке и при грамотном забросе ее можно использовать для ловли на дальнобойный снасть пикер фидер на небольшом течение она будет держаться довольно долго на крючке все ингредиенты очень доступны а время затраченного приготовления будет минимальным так что готовим быстро четко и понятно поехали первым и очень важным ингредиентом нашей насадки будет куриное яйцо она нам понадобится целиком то есть белок и желток желток содержит в себе важнейшие микроэлементы нужные рыбе в любое время года особенно после нереста когда рыба ослаблена ей нужно восполнять силы а белок сыграет роль связующего элемента то есть насадка получится прочнее долго будет держаться не размокать и мелкая рыба не будет ее сбивать яйцо убиваем глубокую емкость сюда же я добавляю немножко желтого красителя это такой копеечный краситель часто вы спрашиваете где его можно приобрести я приобретаю его в магазинах одна цена либо в кондитерских магазинах но там он более профессиональный и более дорогой вот такой можно купить на рынке где-то в общем это краситель для окраски пасхальных яиц и сюда же я добавляю ароматик который служит ванилин с ароматикой вы можете играть исходя из предпочтений рыбы на вашем водоеме также из красителя можно не добавлять краситель я собираюсь на рыбалку теплое время года поэтому краситель добавляю рыба уже не боится ярких цветов все это взбиваем такую очень жидкую массу до пены чтобы все соединилось за это затратите время так насадка получится правильной а рыба порадует вас поклевками все взбиваем и так яйцо взбили вот до такой вот пены до такого состояния очень жидкого то что нужно теперь отставляем его на время в сторону приступаем к следующему важному ингредиенту следующий важный ингредиент моей насадки это хлопья пшенной крупы можно использовать саму пшенную крупу но с хлопьями работать быстрее да и они у меня под рукой здесь три чайных ложки я даю базовый рецепт исходя из которого вы уже рассчитываете количество насадки для ваших нужд и количество ингредиентов для ее приготовления хлопья мы перемалываем на кофемолке если ее нету можно использовать два кирпича даже жернова они довольно просто перемалываются в муку перемалываем проводим следующие манипуляции хлопья перемололи вот в такую вот пшенную муку почему именно пшенка я из часто летом в основном использую ее как добавку в основную прикормку поэтому здесь она очень важна пшенку добавляем в какую-то кружку емкость даже обрезанную бутылку переходим к следующему ингредиенту следующий не менее важный сухой ингредиент нашей насадки это любимая крупа всей белой рыбы манка ее на 3 чайных ложки пшена нужна одна столовая ложка пшенам больше не добавляйте так как насадка может получиться хлипковатой после этого добавления немножко все перемешиваем чтобы пшенная мука и крупа манная соединились в такую одну массу сделать это лучше тщательно чтобы не было там на дне слоями добавляем следующий ингредиент берем шприц любой десятку двадцатку если нет пятерку тягиваем в нее в него взбитое яйцо с ароматом с красителем и добавляем манку почему добавляют а шприцом можно конечно это добавлять на глаз но шприцом аккуратнее чтобы не переборщить тоже и начинаем замешивать болтушку манну нам нужно болтушка но такая не готовая жиденькая не забываем что манка начинает работать течение пяти минут и вот именно в этом интервале времени мы замешиваем основу нашей насадки видим что она суховатая получается плюс она набухнет берем еще наши волшебные жидкости и добавляем опять же сюда все опять замешиваем здесь главное хорошо все замешать ребята до однородной такой массы до такого жидкого теста но не текучего консистенцию я покажу в общем вымешиваем по чуть-чуть добавляем нашу жидкость делать это удобнее в стаканчике каком-то кружечке и вот такой вот я беру чайную ложку и обратно ее стороной что-то похожее мы уже получаем вот такое состояние получается основы наши это не готовая болтушка из манки осталось немного вот этой жидкости сюда можно добавить муки либо той же манки и сделать тесто которое может кататься в шарике так что не выливайте эту жидкость дальше берем все тот же наш шприц скажу вам незаменимая вещь на рыбалке убираем шомпол вот так его вставляем и втягиваем через вот это отверстие всю манку в шприц на камеру этого не буду показывать думаю вы поняли технику так ничего не замажется и все пройдет ровно и гладко шприц зарядили с такого количества ингредиентов получается около двух шприцов емкостью 10 миллилитров теперь переходим газовой плите проводим следующие важные манипуляции на кухне ставим воду на огонь доводим ее до кипения берем наш шприц будущей насадкой и вот такими вот змейками выдавливаем все содержимое в кастрюльку варим это все пять минут смотрим чтоб все не слипалось берем вилку помешиваем и через пять минут проводим следующие манипуляции наша будущая насадка варилась ровно пять минут она не слипается попав в воду она разделяется на отдельные части и все проходит гладко выкладываем ее на бумажное полотенце чтобы лишняя влага ушла на получается как силиконовая такая и проделываем следующие важные манипуляции это еще не все ребята не переключайтесь теперь берем вот такую баночку можно любую другую можно более широким дном чтобы удобнее и закладываем туда всю нашу насадку после того как выложили всю нас нашу насадку добавляем немножко подсолнечного масла она сыграет роль ароматизатора и роль консерванта то есть насадка будет храниться дольше и выглядит гораздо привлекательно плюс добавляем чуть-чуть панировочного сухаря если и вы его не имеете в наличии можно добавить той же манной крупы буквально немножко пол чайной ложечки при варке она теряет немножко аромат ванили но это не страшно проявляется аромат отварного яйца и пшена можно добавить ваниль сюда еще тут уже как кому угодно не достаточно нету все это перемешиваем чтобы все пропиталось маслом и масло взяла на себя панировочный сухарь наша насадка готова насадка получается вот такого привлекательного желтого цвета для нее используются лучше тоненькие крючочки насаживаем аккуратненько как я говорил она получается как силиконовая благодаря содержанию яйца и манки прочно держится на крючке для белой рыбы самый раз сейчас покажу как насадка ведет себя в воде не переключайтесь ребята наша насадка в воде понемножку издает облачка мути вот именно для этого мы добавляли панировку это провоцирует рыбу на поклевку заинтересовывает ее насадка как я говорил имеет приятный цвет можно окрасить зеленый либо в красный тогда она будет похожа либо на растение либо на личинку какого-то насекомого с ароматикой также можно играться я думаю принцип понятен так что ребята если видео было полезным попрошу поставить лайк написать комментарий если есть возможность помочь каналу донатом чтобы он развивался технически а я в свою очередь буду снимать что-то новое и полезное ловите рыбу с удовольствием ребята но не забывайте о сохранности природы давайте беречь ее вместе всем спасибо большое за внимание до свидания